то вам необходимо знать обе стороны любого процесса, любого явления, любой информации, которая касается вас. Для чего? Для того, чтобы у вас был выбор. Когда человек знает обе стороны медали, как положительную, так и отрицательную, он может выбирать. Когда он выбирает, он самостоятельно принимает решение. Но если выбора нет, то ваше сознание вставляется информация, одна направленная, и вами начинают управлять те, кому выгодно что-то с вами сделать. Поэтому в данном сегодняшнем случае мы будем говорить о сексуальной революции. Но на примере сегодняшней лекции вы должны будете научиться задавать себе вопросы и искать обе стороны любого явления, любой информации, которая будет вас касаться, чтобы вы могли выбирать и быть успешными в этой жизни. Итак, обратная сторона сексуальной революции. Что такое телегония? Вам известно? Явление телегонии было открыто больше 200 лет тому назад. Известный ученый, у Чарльза Дарвина был друг, которого звали Лорд Мортон. Так вот, Лорд Мортон решил тоже заняться исследованиями и решил вывести новую породу лошадей. Для этого он скрестил породистую кобылу-лошадь с конем зеброй. Ну, зебра, знаете, это тоже вроде бы лошадь, но немножко другого вида, процесс скрещивания между ними прошел, но результата не получилось. Тогда эту же самую кобылу скрестили с таким же породистым конем, как она сама, той же самой породой. В итоге у них родился жеребенок, но жеребенок родился полосатый, как зебра. Когда стали изучать это явление, явление назвали телегонией. Телегон в переводе на русский язык означает «рожденный вдали от отца». Ну, как обычно это в науке бывает, от животного мира перешли к человеку, и как только телегония коснулась человека, ее объявили наукой. Но как только она стала наукой, ее на наших территориях запретили. И больше двухсот лет о телегонии никто ничего у нас не знал. И только недавно информация о телегонии появилась, но только в интернете. Учебников на эту тему пока мести еще нет. Но если в интернете вы зададите поиск слова «телегония», то вам откроется множество сайтов, и появятся такие сайты, которые будут утверждать, что телегония — это лженаука. То есть есть люди, которые пытаются на сегодняшний день опровергать реально существующие законы на нашей земле. Оказалось, что телегония не явилась открытием последних двухсот лет. Она подтвердила существовавшие на этой территории законы многие тысячелетия, которые называются «законы Рита» или «законы Духа и Крови». Я запишу это словосочетание на доске. «Рита» — это древнерусские руны, которые были найдены. В этих рунах написано о том, какими должны быть взаимоотношения между мужчиной и женщиной, чтобы они могли нести в этот мир любовь, радость и красоту и рожать красивых и здоровых детей. Но чтобы продолжить тему телегонии дальше, я хотела бы у вас спросить, что такое аура или биополе человека, вам известно? Аура или биополе человека? Ну, тогда познакомимся. Вот здесь вот на фотографии изображен будущий профессор Кирлиан вместе со своей женой. В 1939 году в городе Краснодаре, это Северный Кавказ, занимаясь ремонтом медицинского оборудования, они обнаружили, что все предметы, которые нас окружают, все без исключения имеют вокруг себя свечение. Это свечение стали фотографировать и назвали его аурой или биополем. С помощью метода Кирлиана фотографируют всевозможные предметы. Вот здесь, посмотрите, с этой стороны фотографии есть. Очень интересна вот эта вот фотография внизу. С помощью метода Кирлиана фотографируют только руку человека, диагностику проводят по кончикам пальцев. Вверху сфотографирован палец в состоянии агрессии, внизу палец в состоянии гармонии. Вы видите, что биополе человека меняется в зависимости от его состояния. Это способ фотографирования с помощью фотоаппарата Кирлиана. На сегодняшний день это уже устаревшие достаточно съемки. Вот современные съемки биополя человека. Здесь сфотографирован один и тот же мужчина. Вот это первая фотография. Он только что пришел на съемки. Его сфотографировали. Вы видите, в его поле черное пятно. Черное пятно на съемке ауры появляется тогда, когда у человека есть негативная энергия. К негативной энергии относятся агрессия, ревность, зависть, ненависть, обида, осколки всевозможные. Это комплекс негативных энергий, которые на фотографии появляются в виде черного пятна, а в реальной жизни это такая дыра в биополе человека. Посмотрите на вторую фотографию. Биополе человека изменилось. Он успокоился, пришел в состояние равновесия. Его сфотографировали, его аура стала другой. В состоянии равновесия каждый приходит по-разному. Кто с помощью молитвы успокаивается, кто выезжает на природу, отдыхает там, успокаивается, а кто просто лег, поспал и все прошло. То есть вы видите, что наше биополе меняется в зависимости от нашего внутреннего мироощущения, от того, как мы воспринимаем этот мир. Ни вы, ни я на сегодняшний день своих биополей почти не видим. Но на этой территории, где вы родились и живете, так было не всегда. Если бы вы видели свои биополя, тут сидели бы все такие красивые разноцветные шарики. У каждого своя цветовая характеристика, свой диаметр биополя. В среднем диаметр биополя человека занимает от 2 до 7 метров. Все зависит от силы воли и характера человека. То, что видите вы меня, то, что вижу я вас, это всего лишь физическое тело человека. От всего человека физическое тело занимает всего лишь 5%. 95% это наша невидимая полевая составляющая. То, что мы не видим, это то, что определяет нашу основную жизнь. Есть основа нашей жизни. Ну а теперь возвращаемся обратно к телегонии. Вы достаточно взрослые уже люди, поэтому информацией, о которой я буду говорить, является взаимоотношение мужчин и женщин. Оказывается, речь будет идти о первой брачной ночи. Оказывается, во время первой брачной ночи происходит не просто физиологический обмен, как вам принято об этом говорить средствами массовой информации, но происходит очень мощный энергоинформационный обмен полевыми составляющими. Что это значит? Это значит, что всё, что мужчина к этому дню накопил, своё отношение к окружающему миру, к людям, к детям, к женщинам, вся эта информация, запечатлённая на его биополе, полностью отпечатывается на биополе женщины, для которой он первый. Всё, что женщина к этому дню накопила, своё отношение к окружающему миру, к людям, к детям, вся эта информация отпечатывается на биополе мужчины, для которого эта женщина первая. И этот отпечаток с человеком остаётся на всю его жизнь. После первой брачной ночи люди только внешне остаются такими, как и были до неё. Руки, ноги, голова, ничего никуда не девается. Но это только физическое тело человека. 95% его полевые характеристики полностью меняются. Люди становятся другими. Чтобы вам было более понятно, я приведу вам примеры из жизни. У меня в Днепропетровске был знаком, но он сейчас таковым остаётся. Это было достаточно давно. Ему тогда исполнилось 16 лет. Это младший брат моего мужа. Он был последним ребёнком в семье. Мама его родила достаточно поздно. Но у него были прекрасные отношения со своей матерью. Люба дорого была посмотреть. И вот однажды этот паренёк подошёл к нам и говорит. Ну, все говорят, что секс — это классно. И мы решили с ребятами попробовать, что такое это — секс. Они сняли трёхкомнатную квартиру, вторую наняли трёх проституток. Ну, 16 лет студентов, знаете, какие у них средства и кого они наняли. Вот он провёл свою первую брачную ночь. Он пришёл к нам и говорит. А я не понял, а кто сказал, что это классно на следующее утро? Он не понял первый раз, не понял второй раз. Он начал пробовать дальше. Но никто даже не подозревал, что произойдёт потом. Он, конечно, не заболел никакими венерическими заболеваниями, ни сихерисом, ни с ПИДом. Средства индивидуальной защиты на то время уже были достаточно развиты. Произошло нечто другое. Через пару месяцев его отношения с матерью стали меняться. Они стали ухудшаться. Проходит пару лет, и эта женщина психологически не выдерживает своих отношений с сыном. Ей приходится брать себя очень сильно в руки и успокаивать, чтобы выдержать то, что с ним стало происходить. То, как он с ним стал обращаться. Он нагулялся, напробовался, так ничего и не понял, и решил жениться. Нашёл себе молодую, красивую, нетронутую девочку. Женился. И вот они уже живут больше 10 лет вместе. Уже взрослые, уже хотят, уже созрели нянчить детей, детей нет. Ходят по врачам. Врачи говорят, что физическое тело здорово, всё нормально. Он не может дать ей здорового плода, она не может родить ребёнка. Это как раз-таки эффект этой первой брачной ночи, неразумно проведённой женщиной лёгкого поведения. Для него это была его первая брачная ночь. У этой женщины были свои отношения к своей матери, к детям. Они ей вообще, наверное, были не нужны, к этому окружающему миру. И всё, что она имела, вся эта информация полностью во время первого полового контакта отпечаталась на биополе этого парня. И он на эту жизнь стал смотреть другими глазами, сквозь призму её видения, сквозь её взгляд на этот мир. Он стал другим человеком. Это вот такой вот личный пример. Есть ещё один пример в Телегонии, исторический пример. Вы наверняка хорошо знаете такого выдающегося полководца своих времён Чингисхана. Этот человек был не просто выдающийся полководец. Он был человеком, посвящённым тайны, законам и бытиям. У него была любимая женщина, которую он очень любил. Это его жена. Они друг для друга тогда были единственными, первыми. И он любил её так сильно, что возил кругом с собой на сражение. Невиданное в то время явление. Но тем не менее. И в одном из сражений её у него отбили. И забрали в плен. Когда Чингисхан, не смирившийся с её потерей, возвращает её обратно к себе в стан, он, вернув её к себе, обнаружил, что она беременная. Так вот, когда женщина рожает ребёнка, а родила она мальчика, Чингисхан признаёт этого мальчика своим родным сыном. Он понимает, что мальчик на него внешне, может быть, и не похож. Но это всего лишь физическое тело человека. 95% информации этого мальчика принадлежат роду Чингисхана и роду его любимой женщины, которую он очень любил, матери этого мальчика. Поэтому, когда сын подростком, он передал ему все свои знания, всё своё наследство, как своему родному сыну. Это такой исторический пример телегуми. Есть ещё один пример. У нас в 1980 году в Советском Союзе происходила Олимпиада. Наша страна тогда была за железным занавесом. То есть иностранцев у нас почти не было. Страна была закрыта для въезда. А Олимпиада, вы сами знаете, что это такое. Это когда в нашу страну приезжают очень много людей со всех стран мира. Болельщики, спортсмены. И вот наша молодёжь, ни сном, ни духом, ни чуя законов телегония, законов Рита, решила развлечься. Развлеклись. Две недели пролетели очень быстро. Но в последующие годы в наших обычных семьях светлый мужчина, голубые глаза, светлая женщина, вдруг рождается ребёнок. Либо негр, либо митис, либо лоскоглазый. Можете себе представить трагедию этой семьи, когда муж явно не изменял своей жене. Жена тоже не изменяла своему мужу. В семье у них ни у кого в роду нет ни негров, ни митисов. И вдруг такой ребёнок. Это как раз таки и вызвало тогда волну, возмущение. Как вы так поймете, что же произошло. Это как раз и есть такие явления телегонии, когда оба родителя или один из них провели неразумно первую брачную с человеком явно другой национальности. Но когда это происходит среди своих, то ведь рождаются внешне похожими на нашу национальность. Но ребёнок в той семье, где родители, где мужчина имел связи добрачные, где женщина имела добрачные связи. Либо оба имели много связей. Ребёнок берёт на себя их не ребёнок. Все образы всех мужчин и женщин, которые были у его родителей. И самый главный образ будет преобладать первого мужчины и первой женщины. Такие дети, рождающиеся, они рождаются с уже повреждённой психикой. Можете себе представить кроху, которая несёт на себе образы нескольких мужчин и женщин. Психологические их мировоззрения, жизненный опыт и так далее и тому подобное. Ребёнок подрастающий такой вообще не воспринимает своих родителей, которые называют себя таковыми. Он внутри себя ощущает совершенно другую тетю и дядю. То же самое видят родители, что когда рождается ребёнок, подрастает, он их просто не слышит, он их не воспринимает как своих. В семье возникает конфликт. Но в той семье, в которой родители знают о телегонии, там, где женщина владеет высоким искусством любви, в той семье женщина способна сгармонизировать любую негативную ситуацию, которая возникает в данном случае и по отношению к телегонии. В этом отношении. А теперь я хочу, чтобы вы запомнили нашу свою жизнь. Сексуальная энергия — это самая сильная в нашем мире энергия, данная человеку для обуздания. Всё, что в этом мире создано прекрасного, создано с помощью сексуальной энергии. Всё, что в этом мире создано безобразного, создано точно так же с помощью сексуальной энергии. Сексуальная энергия в данном случае является всего лишь инструментом. Чтобы вам было более понятно, приведу вам сравнение. Атомная энергия — это тоже достаточно сильная энергия. Атомную энергию можно зарядить в атомные электростанции. Людям будет светло, тепло. Для людей это хорошо. Но атомную энергию можно зарядить в атомные бомбы и бросать людям на голову. Для людей это очень плохо. Всё зависит от того, кто и с какой целью использует эту атомную энергию. Точно так же и сексуальная энергия. Всё зависит от того, кто и с какой целью её в себе возбуждает. Если люди возбуждают в себе сексуальную энергию в состоянии высокой, настоящей любви, тогда любовью, а любовь — это божественная составляющая, сексуальная энергия возносится в высшей божественной сфере. Там она напитывается высокими энергиями и опускается к своим породителям, многократно улучшая их. Люди, которые по-настоящему любят друг друга, даже внешне становятся намного красивее, чем до встречи друг с другом. Это приятная, красивая, гармоничная пара. В такой семье рождаются красивые и здоровые дети. В эту семью всегда приятно приходить. У них тепло, уютно и спокойно. Но совсем другое происходит, когда люди вступают в половой контакт по любому другому поводу. То ли девочка нечаянно соблазнила мальчика, они были одни в квартире. То ли мы смотрели современные эротики и парнюхи и вступили в половой контакт. То ли мы слушались современные рок-ансамбли, попсовые музыки по телевизору, которые крутят видеоклипы. В таком случае сексуальная энергия, возбужденная мужчиной и женщиной, возбуждена без любви. Любви нет, она никуда не возносится, а остается со своими породителями. И многократно усиливает все эти чувства и эмоции, которые у человека есть в данный момент. А в данный момент, как правило, присутствуют похоть, блуд, страсти, ревности, зависти, обиды всевозможные, усиленные сексуальные энергии, комплекс негативных чувств человека начинает разрушать. Секс без любви разрушает человека. Это вы можете тоже явно наблюдать в нашей жизни. Все хорошо знают древнюю женскую профессию. Проститутка, да? Представьте себе, была молодая, красивая девочка, 16 лет, и вдруг она решает заработать. Больше ей захотелось иметь того, что у нее есть на сегодняшний день. И она вот идет на панель, начинает работать проститутка. Все знают, сколько, что с ней будет через 5-6 лет. Это будет больная, разбитая, никому не нужная женщина. Я вам сейчас покажу фотографии. Вот этот способ фотографирования биополя человека с помощью метода Короткова. Днепропетровский фирмонадр делает такие съемки. Вот здесь изображен абсолютно здоровый человек. Посмотрите, его биополь абсолютно целостное, не разрушенное по всему периметру. А вот посмотрите вот на эту фотографию. Вот здесь вот, лучше нагляднее всего с этой стороны. Здесь изображен абсолютно больной человек. Вы видите, там, где дра, в биополе, там у него проблемы. Он наверняка курит, у него пробита гортань и легкие. У него пробитое тело на уровне поля, на уровне печени. Он наверняка пьет. И проблемы с ногами, варикоз или еще что-нибудь пробитое поле в этом месте. То же самое происходит и с проституткой. Ступая в половой контакт по любому другому поводу, она же ступает без любви, естественно. Сексуальная энергия усиливает весь комплекс тех чувств, которые есть у мужчины и у нее в данном состоянии. А в данном состоянии присутствует похоть, блуд и так далее и тому подобное. Усиленные сексуальные энергии, эти чувства человека, ее разрушают. Поэтому разрушенное биополе проститутки очень быстро ведет к разрушению физического тела. Отсюда такая деградация через 5-6 лет. А теперь я хотела бы, чтобы вы задумались и посмотрели на наш сегодняшний день. Посмотрите, все средства массовой информации, все без исключения, вам внесут одну и ту же информацию, что секс это нормально. Занимайтесь, детки, сексом, как хотите, когда хотите, с кем хотите, неважно. Были бы средства индивидуальной защиты. Но посмотрите, ни один видеоклип с полуобнаженными натурами, ни один видеофильм с эротическим уклоном, ни одна газета, ни один журнал с полуобнаженными натурами, нигде не проходит красной строкой, что секс без любви человека разрушает. Как вы думаете, почему вам об этом никто ничего не говорит? Сексуальная революция в нашей стране не так уж и давно, около 10 лет, но результаты у нас катастрофические. Посмотрите, какая у нас сейчас самая активная мужская реклама по телевизору. Это реклама пива, водки и таблеток для поднятия мужской потенции. Молодой мужчина в возрасте 35 лет рекламирует средства для поднятия потенции. Откуда такие проблемы в столь раннем возрасте? Женские болезни сейчас помолодели до такой степени, что в возрасте 20-25 лет девчонки болеют болезнями, которыми раньше женщины болели после 70-ти. Задумывайтесь, что происходит. Когда стали изучать эту сексуальную революцию, оказалось очень интересный момент. Оказалось, что на эту сексуальную революцию реагируют люди только определенного возраста. После 35-40 лет на эту сексуальную революцию взрослые люди не реагируют никак. У них уже есть опыт, они умеют отсеивать информацию. На нее реагируют в основном подростки в возрасте с 14 до 21 года и молодые люди с 21 до 28 лет. Когда стали изучать, а что же такого интересного в этом возрасте, почему именно этот возраст так подвержен воздействию сексуальной революции, оказались очень интересные факты. Оказывается, у подростков, а вы знаете, что подростковый возраст называется еще и трудным возрастом. Родители готовятся к этому возрасту, когда дети подрастают. Педагоги готовят специальную методику, чтобы сладить с подростками. Так вот, в этом возрасте впервые для подростков пробуждается впервые в жизни их полный спектр всех чувств и эмоций, которые человеку дам для всей его жизни. В этом возрасте пробуждаются и хорошие чувства, и плохие. Подростки становятся неуправляемы. Они начинают смотреть на этот мир сквозь призму эмоций. Эмоциональные стихии бушуют, они становятся очень бурными. Они только хочут это восстановить невозможно. То не горе, все, конец света наступает. Но среди всего этого спектра чувств сексуальная энергия тоже пробуждается. Но она самая сильная. Если в этом возрасте внимание подростка обратить на секс под любым предлогом, не важно каким, то ли это борьба со спидом, то ли с венерическим заболеванием, не важно, то вполне естественно для своего возраста он начнет этим интересоваться. Это очень любознательный возраст. Они пытаются эту жизнь попробовать своими чувствами и эмоциями. Но если подростки начали интересоваться, что такое секс, кто-нибудь из них да захочет попробовать, и что это такое, и начнут вступать в половой контакт. Но в этом возрасте секс у подростка однозначно без любви. Любви в этом возрасте еще нет, она только начинает формироваться. И сформировывается она уже позже, туда к 25-28 годам. Любовь становится более-менее устойчивое чувство и осознаваемое реальное. После 21, с 21 до 28 лет, подростки переходят в молодой возраст. Молодость характеризуется тем, что эмоциональные стихии немного притушиваются тем, что пробуждается ментальное тело. Ментальное тело — это тело мысли. Подростки или молодые люди в этот момент успокаиваются, начинают задавать себе вопросы. А что со мной будет, если я сделаю так? А как на меня посмотрят, если я сделаю это? Но процесс управления своими эмоциями еще достаточно слабый. Поэтому сексуальные энергии обладевать они могут не раньше 28-30, а мужчины 33 лет. Если помните этот или знаете об этом возрасте, 33 года, это не просто так. Так вот, территория, на которой вы родились и живете, тема секса всегда была закрыта. Это была тема табу. Подросткам никто никогда ничего не говорил о сексуальных отношениях. Берегли жизнь своего подрастающего поколения. В этом возрасте молодые люди, подростки, формировали свою мораль, свое отношение к любви, к радости, к красоте, наблюдая за жизнью своего старшего поколения, родителей, бабушек с дедушками. И только гораздо позже, когда они готовы были вступать в супружеские отношения, они понимали, что сексуальная энергия предназначена для того, чтобы в состоянии высокой любви творить в этом мире красоту, любовь и радость. И только для этого в любом другом состоянии сексуальная энергия человека разрушает. А посмотрите на сегодняшний день. Ваше поколение, ваш возраст полностью посвящен сексуальным взаимоотношениям. Зачем? Кому это нужно? Задавайте этот вопрос себе. И вы сможете на него найти ответы. Оказывается, что сексуальная революция на нашей территории пришла с подачи программы, так называемой программы планирования семьи в конце 90-х годов. Программа достаточно красивое название. Планирование семьи. Цели и задачи тоже, когда посмотрели, тоже вроде бы ничего. Как создать благополучную семью, родить здоровых детей или не рожать вообще, если экономика не позволяет. Но когда копнули глубже, оказалось, что вдохновитель этой программы некая Маргарет Зангер, женщина-феминистка. В конце, в начале прошлого века, 1930-е годы, эта женщина, ненавидящая мужчин и детей, решила провести сокращение численности населения на своей территории. Сократить людей. Для этого она провозгласила женскую лигу нации по сокращению численности населения. Все было в открытую, никто ни от кого ничего не скрывал. Она стала пропагандировать аборты, стерилизацию женщин. Вот как раз оттуда и пошли эти аборты. Но началась Вторая мировая война. Когда война закончилась, вернее, об этой программе забыли. Но когда война закончилась, эту программу подняли, отредактировали, придали ей красивое название и запустили на нашу территорию. Планировщики сейчас ходят по школам, высшим учебным заведениям, собирают старшеклассников, подростков и молодых людей и начинают им рассказывать о том, как плохо сексуальные отношения, какой кошмар заболеть сифилисом, спидом и так далее. Приносят средства индивидуальной защиты, начинают рассказывать, как всем этим пользоваться. Но никто из планировщиков вам никогда не скажет о том, что секс без любви разрушает. Что если, не дай бог, вы этим занялись или увлеклись, надо остановиться. И попытаться они вам должны остановить себя. Но никто из планировщиков никогда вам об этом ничего не скажет. Почему? Потому что перед ними стоят совершенно другие задачи. Основная их задача — это сокращение численности населения на нашей территории. Оказалось, что программа планирования семьи является частью более глобальной программы, которая развернута на всей планете. Эта программа называется «Золотой миллиард». Слышали о такой программе что-нибудь? Да. Хорошо, если слышали. А тот, кто не слышал, я сейчас вам расскажу. Программа «Золотой миллиард» — само название программы говорит само за себя. Речь идёт о населении. Некто, сложно их назвать людьми, скорее всего, это не люди, какие есть сейчас на Земле. И подсчитали, что к 2000 году на планете Земля будет 6 миллиардов человек. И оказывается, что наша планета не в состоянии прокормить такую численность населения. Поэтому людей надо сократить до «Золотого миллиарда». 5 миллиардов с планеты убрать. Как вы думаете, я или вы войдём в эту программу «Золотой миллиард»? Нет, навряд ли. В неё войдут те, кто создали её и введут туда того, кого посчитают нужным. Вдохновитель этой программы — бывший премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер и их геополитик мировозначения Бжезинский. Программу они создали в конце 80-х годов, но рассчитана эта программа до 2017 года. По этой программе, мало того, оказывается, что эта программа рассчитана в основном на нашу с вами территорию. По этой программе до 2017 года на территории России должно остаться 20 миллионов человек, на территории Белоруссии — 5 миллионов человек, на территории Украины — 10 миллионов человек, обслуживающего персонала. В 1987 году у нас на Украине проведена была перепись населения. По переписи у нас было 56 миллионов человек. В 2004 году они нас переписали, и нас было уже 42 миллиона человек. За последние 5 лет ситуация резко ухудшилась. 500 тысяч уходит каждый год без объявления о войне. 46% молодых семей не способны рожать детей. Они не хотят, хотят, но не могут родить детей. То есть прироста населения фактически нет. А вы — будущее поколение нашей страны. Если вы так активны будете в том, что они пропагандируют через средства массовой информации, то к 2017 году вы как раз-таки и станете этими самыми больными, никому не нужными людьми, не способными рожать детей вообще. То, что я вам сейчас зачитаю, было зачитано на Тайном Конгрессе в США в 1945 году. Будущий директор ЦРУ Аллен Даллес дал вот такую вот речь. «Окончится война, всё как-то упрясётся и устроится. И мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю материальную мощь, на оболванивание и одурачивание русских людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменениям. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозно по слову масштабу трагедия гибели самого непокорного на Земле народа, окончательного необратимого угасания его самосознания. Литература, театры, кино — всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут наслаждать и вдавливать человеческое сознание, курс секса, насилия, садизма, предательства, словом всякой безнравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Мы будем браться за людей с детских и юношеских лет. Будем всегда главную ставку делать на молодёжь. Станем разлагать, расплевать, развращать её. Мы сделаем из них молодых цинников и пошляков. Вот так мы это будем делать. Можете себе представить, что когда заканчивалась Вторая мировая война, нашему народу была объявлена новая война. Она не была официально объявлена, это была тайна, сокрыта, направлена на наш народ. И война эта называется информационная война. И вы родились в самый разгар этой информационной войны. И сексуальная революция — это последний удар по нашему народу. Мы её фактически очень успешно проиграем. В 2004 году в Жизжинске приезжал в Киев проверять, как у нас идут дела. Дела ему понравились. Мы успешно выполняем их программу по собственному сокращению. Информационная война, как любое явление, любая информация, имеет две стороны — положительную и отрицательную. Негативная сторона состоит в том, что эта война необычная. Вы не видите врага. Никто на вас не бежит, с автомата не стреляет, бомбы на голову не летят. Вы тут же не погибаете. Нет. Всё замечательно вроде бы. Вы утром проснулись, пошли на учёбу, отучились, вечером погуляли, легли спать, утром снова новый день начинается, солнце встаёт и садится. Всё вроде бы обычно. Но в ваше сознание вставляется просто ложная информация. Принимая её в свою жизнь с нашим русским максимализмом и доверчивостью, вы сами себя собственными руками разрушаете. Процесс не стремительный, не мгновенный, нет. Но в промежутке во времени он достаточно растянут, 5-10 лет. Но очень устойчивый. Если человек согласился с информацией, принял её, он начинает так жить. И живя разрушает свою полевую составляющую, своё физическое тело. С другой стороны информационная война, другая её сторона. Оказалось, что она базируется всего лишь на одном единственном факторе. И стоит этот фактор исключить из нашей жизни, как бы она тут же прекратится. Я запишу этот фактор на доске. Вам понятен смысл этого слова? Слово «невежество»? Не слышу. Понятен или нет? Но если я вам скажу, что вы невежественные, вы расстроитесь или обрадуетесь? То есть образ этого слова вы воспринимаете. Так вот, слово «невежество» — это древнерусское слово. На Древней Руси сложные слова, в данном случае невежество, состояли из более простых слов. И в конечное результирующее слово, несло в себе образ, который вы, естественно, и воспринимаете. Мы сейчас разберём, что означает это слово «невежество». Оно состоит из трёх частей. Не, ве и же. Суффиксы отначания не учитываются. Не — это частичка отрицания. Ве — слово означает «ведать». Же означает слово «жизнь». Здесь буквы «и» и «е» — взаимозаменяемые буквы. Современный русский язык — это язык по договорённости. Как договорились писать, так и пишут орфографию. Но правильнее по смыслу здесь была бы буква «и». Так вот, невежество — это значит «неведать жизнь». А что значит «ведать»? «Ведать» — значит «знать». Человек, который… А что знает? Знает законы бытия. Человек, который не знает законов бытия, называется невежественным человеком. Так вот, телегония или законы Рита — это один из основных законов бытия. Если человек его не знает, то в его сознание вполне естественно вставляется любая другая информация, которая выгодна тем, кто хочет с этим человеком что-то сделать. Невежественным человеком легко управлять. И управляют уже. А теперь я хочу, чтобы вы задумались и ответили мне на один вопрос. Скажите, пожалуйста, почему столько столетий на нашу территорию постоянно пытаются напасть, завоевать. Одна война за другой. И вот Вторая мировая война. Они понимают, что физически нас не одолеть. У нас даже есть народная мудрость. Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет. Они это поняли. И вот придумали эту информационную войну. Почему, скажите? Что есть у нас такого необычного, что они пытаются сюда всё время зайти? Нас одолеть, завоевать. Ух, не красота. Ну, почти правильно. Скажите, кто-нибудь из вас слышал такое словосочетание, как загадка славянской души? Да, почему. Хорошо. И на Западе об этом знают. Ну, я читаю лекции в школах. Можете себе представить, подростки, никто ничего не слышал об этом. Хотя бы просто словосочетание. Уже не говоря о том, что он из себя представляет. И что он означает для нашего человека. На Запад, когда вы выезжаете, и вас там спрашивают, вы откуда. Ну, как обычно мы говорим. Бывший Советский Союз, Украина. И в ответ слышим. А, загадка славянской души, знаем, знаем. В мире все наши загадки знают. Только мы в этой загадке живём, и никто ничего даже не представляет себе, что это такое. Хорошо, скажите тогда, пожалуйста. А кто-нибудь из вас знает историю своего рода глубиной более чем в тысячу лет? Нет, вряд ли. Конечно. Но если вы не знаете истории своего рода, то, конечно же, вы не знаете, что вы в себе несёте, кто вы такие есть. По наследствам эти знания не передаются никому. Вы не отслеживаете это. Вы забыли своё прошлое. Скажите, кто-нибудь из вас, вернее, как эта территория называлась до названия Украины? Ведь Украина называлась не всегда, так ведь? По истории. Вы историю, конечно, учили достаточно давно уже, но приблизительно вспомните. До Украины называлась эта территория Малороссия. До Малороссии Киевская Русь. А до Киевской Руси? Киевской Руси только тысячу лет. А что здесь было до Киевской Руси, официальные учебники, что об этом детям пишет в школах? В школах написано, что, да, в учебниках написано, что до Киевской Руси здесь было дыка полая. На этом диком поле бегало 37 разных племён. И скифы, и сарматы, и гоны, и печенеги. Но эти племена все были, занимались скотоводством, не имели постоянного места жительства. В общем, были не очень развитые. И всё, вот это всё, о чём говорит наша древняя история о нашей территории. Но современный академик наш уже, архёвок Пётр Толочка, делая в 90-х годах под городом Киевом раскопки в селе Триполье, говорит, ребята, ещё две тысячи лет тому назад на этой территории была высокоразвитая цивилизация. Уровень этой цивилизации многократно превосходил все известные вам на сегодняшний день древние цивилизации. Это Рим и Византия, даже Египет. Наша цивилизация превышала египетскую. На сегодняшний день археологические раскопки и на Украине, и в России подтверждают это. Так кто же мы такие и есть? Великих пращуров, ничтожных сыны. Мы ничего не знаем о своём великом прошлом. Ещё три тысячи лет тому назад эта территория называлась вот так. Святая Русь. Слово «святая» правильно пишется через букву «Е». «Святая Русь», как слово «свет». Именно свет, высокий божественный свет, внесли наши предки на эту землю. Именно наши предки соединяли эту землю с богами. Они всегда себя считали детьми богов, не рабами. Рабами нас пыталось сделать христианство внушая нам страх Божий. Не рабы, но дети богов. Подумайте, какая разница между рабами и ребёнком? Когда родители уходят, кому они оставляют все свои знания и наследство? Детям или прислуги? Конечно же, своим детям. Слово «богатырь» переводится только на русский язык. Не переводится ни на один язык в мире. Принадлежит только нам. Нет богатырей ни французских, ни американских, ни английских. Если богатырь, то только русские. Богатырь кто такой? Это тот, кто с Богом на «ты». А кто может быть с Богом на «ты»? С Богом на «ты» могут быть только дети богов. Таковыми были наши предки, таковыми мы остаёмся и по сегодняшний день. Таковыми будут наши дети и внуки. Святое воинство, Святая Русь — это отголоски наших древних традиций. Наша загадка славянской земли, славянской души напрямую зависит от качества территории, на которой вы родились и живёте. Эта земля всегда имела определённое значение для планеты Земля. Мы должны знать, кто мы такие есть и что в себе несём. Но кто-то очень сильно не хочет того, чтобы мы это знали. Так вот, наша планета Земля оказывается такой же живой организм, как и наше с вами тело. Посмотрите на наше тело. У нас есть руки, ноги, голова, то есть там органы внутренние. Каждая часть нашего тела выполняет определённую функцию. Нет ничего лишнего. Ну что в малом, то и великом. Для планеты Земля то же самое. Она живой организм. И каждая часть выполняет определённую функцию. Нет ничего лишнего. Вот, например, морская вода. Химический состав морской воды 100% соответствует химическому составу крови человека. Тот, не нет красных кровяных телец. То есть морская вода для планеты Земля выполняет ту же функцию, что и кровь для человека. Разносчик питательной среды и информации от континента к континенту. Континент Америки для планеты Земля выполняет непоперерабатывающую функцию. Люди, которые рождаются на этом континенте, соответствуют качеству своей земли. Вы знаете, что в Америке жизнь тела. Они очень увлечены своим телом. Много вокруг него одевают, кормят. Все рестораны мира сосредоточены в Америке. Вы знаете, что самое большое число ожиревших людей именно в Америке. И Задорнов иногда говорит, шутит, что когда встречаешь американскую семью, то папа клизма, мама клизма и дети рядом клизмочки ходят. То есть они даже внешне стали выглядеть вот так вот. Потому что у них жизнь тела — это их нормальная жизнь. Но мы-то с вами рождены на другой части планеты Земля. Чем для планеты Земля является наша территория, как вы думаете? Для планеты Земля наша территория выполняет функцию головы или функцию мозга. Давайте посмотрим на наше тело, будем рассуждать. Что такое для нас голова по качеству? Посмотрите, есть у нас руки, ноги. Сейчас врачи научились пришивать и руки, и ноги. Внутренние органы могут поменять и печень, и почку. В сердце человека могут даже вырезать, поставить искусственно, и человек будет жить. Без чего человек жить не может? Без головы. Если голову отсечь, человека уже не будет. Всё. Новую не пришить, старую на место не поставить. То есть голова для нашего организма — это самый высококачественный орган. Без головы нет человека. Но что в малом, то и в великом. Для планеты Земля то же самое. Территория, которая отвечает за функцию головы, для планеты является самой высококачественной территорией. Ну а если логически рассуждать, какими же люди должны рождаться на самой качественной территории на планете Земля? Люди должны соответствовать качеству той Земли, на которой они родились. Но если вы родились на этой Земле и до сих пор живы и здоровы, значит вы по сегодняшний день пока соответствуете качеству своей Земли. Но как только ваше качество начнёт ухудшаться, у вас тут же начнутся проблемы со здоровьем, по судьбе. Качество нашего человека ухудшается тогда, когда он с духовного уровня опускается на материальный уровень. У нас здесь жизнь Духа, жизнь тела во всех остальных странах мира — это тело Земли. Мы являемся Духом Земли. Именно наши предки, и мы на сегодняшний день соединяем эту Землю с Богами. Двери в космос открыты только здесь. Ностальгией страдает только русский человек. Никто в мире даже не знает, что это такое за чувство. Ностальгия свойственна нашему человеку, потому что здесь открыты небеса. И уходя отсюда, с этой территории в другую страну мира, выезжая на ПМЖЛ, по другим каким-то причинам, человек ощущает себя очень скованным. Ему чего-то не хватает. И за этим чем-то он начинает очень сильно тосковать. Святое воинство, Святая Русь — это отголоски наших древних традиций. Самая высококачественная на планете Земля, Земля, которая имеет высокие вибрации, всегда нуждалась в защите и охране от набегов окружающих племён. В защите от посягательств тёмных сил. Эту Землю надо было охранять и защищать. Поэтому богами, когда боги уходили с Земли, людям, рождающимся на этой Земле, были даны высокие божественные знания, с помощью которых наши предки стали сохранять гармонию и порядок на планете Земля и в ближнем космосе. Гармонизировать биологические, энергетические процессы и здесь, и вокруг нашей планеты, и в Солнечной системе. Этот процесс описан в Библии, называется он «Одухотворение», когда к земной природе человека была присоединена божественная составляющая, и наши люди стали многомерными по образу и подобию Божьему созданными, то есть детьми богов. Об этом нашей загадке знает весь мир, все знают, что мы несём в себе нечто необычное. Но что конкретно, толком никто не знает, вы так тем более. Но в вас осталась память наших предков. Это то, что отличает нашего человека от всех остальных людей в мире. Это наличие второй памяти. У любого биологического тела есть память внешняя. Эта память находится в голове этой памяти. Вы помните всё, что с вами было, начиная от момента вашего рождения до сегодняшнего дня. Но у нас есть ещё одна память. Эта память называется «память на уровне архетипов» или «память наших предков». Она находится вот здесь, на уровне Солнечного сплетения. Словосочетание «Солнечное сплетение» не переводится ни на один язык в мире. У них там этого нет. Но само название «Солнечное», прямая связь, напоминание о наших богах, о солнечном человечестве. Те, которые были на этой земле и ушли, оставив нам знания, которые находятся в вас и по сегодняшний день. Единственное нас, сегодняшних отличий от наших предков в том, что эта память у нас находится в спящем состоянии. И те, кто знают о нашей цивилизации, говорят, это спящая цивилизация. Но кому-то очень невыгодно, чтобы вы вновь проснулись к этой жизни и вспомнили своё предназначение, вспомнили, кто вы такие есть. Ни один дошедший до сегодняшнего дня народа в мире не несёт ни такого предназначения, не имеет ни такой истории, кроме нашего народа. Но это сознательно замалчивалось многие столетия, чтобы погрузить наш народ в мертвящее забвение, чтобы мы забыли свой язык, свою историю, свою культуру, своё предназначение. Но от ухотворённый, богорожденный народ русов — это народ воин, народ правитель, народ, посвящённый в тайны мира земного и мира звёздного, имеющий древние традиции свои и посвятивший дело служения в духе превыше земной плотской жизни своей. У нас здесь жизнь духа. И отличаемся мы очень сильно от всех остальных людей в мире. Посмотрите, когда началась перестройка на нашей территории. За большие деньги какую часть населения вывозили с нашей земли? Знаете? Наших учёных. Как только раскрылись двери, как только пал железный занавес, тут же наши учёные все поплыли на запад. Им стали предлагать большие деньги, квартиры, машины, дачи. Почему? Потому что в мире все знают о том, что наш человек способен генерировать мысль. А что такое генерация мыслей? Это способность принимать решения, то есть находить решения в необычных ситуациях и находить, придумывать то, чего никто до сегодняшнего дня придумать не мог. У нас в Советском Союзе в течение 25 лет выпускался журнал, который называется «Наука и жизнь». Об этом знают ваши родители, педагоги. Так вот, в этом журнале печатались все наши талантливые люди. У нас все Кулибины, все Сикурские, все Королёва. Все талантливые люди с этой территории. Если они рождаются где-то на Западе, в других странах мира, то, как правило, эти таланты имеют глубокие корни, связанные с нашей землёй. Так вот, когда началась перестройка и распахнулись двери, железный занавес пал, японцы скупили полностью всё издание этого журнала за 25 лет. И всё, что там было опубликовано, внедрили в свою экономику. Если вы знаете, то в 90-х годах был невероятный подъём экономический Японии. Она оказалась впереди планеты всей. Почему? Потому что внедрила наше изобретение на свои территории. Это способность генерировать мысль. Есть ещё одно отличие нашего человека от остальных людей в мире. Я не зря, когда написала слово «невежество» на доске, спросила у вас, понимаете ли вы смысл этого слова? 2. Скажите, вы слышали такое словосочетание, как чтение между строк? Да. Естественно. Для вас это вполне естественно. Но оказывается, что читать между строк могут только наши люди. Скажите, вы когда читаете художественную литературу, вы видите перед собой картинку? Возникает картинка перед глазами? Да. Это вполне естественно для вас. Но в мире больше никто картинки перед глазами, когда читает текст, не видит. Это и есть образный способ мышления, свойственный только нашему человеку. Видеть образы там, где никто больше ничего не видит. Везде остальные, читая текст, видят только текст. И больше ничего. У нас в городе Текасе, Северный Кавказ, это Краснодарский край, академик уже теперь, Михаил Щетинин, создал школу. Обычная десятилетка, такая же, как и у вас. Дети обучаются тем же предметам, которые обучались вы в школе. Но они изучают эти предметы с помощью образного способа, то есть природного способа нашего мышления. Они соединили математику, физику, химию в один предмет и с помощью образов постигают эти предметы. То же самое сделали с языками. В итоге дети школу заканчивают за 5-6 лет. В возрасте 14-15 лет они получают эти статы о среднем образовании, поступают в высшее учебное заведение. Как правило, заканчивают два. Сначала один, потом второй. Но это пока не единственная школа в нашем бывшем постсоветском пространстве. Других таких пока не с нет. И то, эта школа терпит сейчас серьезные притеснения. То есть даже здесь наши оппоненты пытаются нас задавить, не дать возможность нам понять и узнать, вспомнить, скорее всего, то, чем мы владеем на самом деле. Потому что если мы вспомним, кто мы такие есть, то жизнь в этом мире тут же преобразится. Когда они, то есть не мы, находились на наших границах, а за те они сюда не могли, они говорили, мы находимся у края рая. И назвали эту территорию Украины. Рай всегда был на этой земле. И рай творили предки, неся на эту землю высокий божественный свет. Так было. Так должно быть и сейчас. Наши предки знали о том, что в эту эпоху перехода великого, которая сейчас началась, мы придем в таком затемненном состоянии, забудем свое предназначение. Поэтому многие тысячелетия тому назад наши предки создали изустные веды, которые стали передавать из поколения в поколение. И по сегодняшний день мамы и бабушки своим детям читают эти веды на ночь. Что это такое? Это наши русские народные, украинские, белорусские народные сказки. Посмотрите, наши сказки отличаются очень сильно от всех остальных сказок в мире. Если вы читали, можете сравнить. Нигде ни в одной сказке в мире такого нет, что написано в наших сказках. Посмотрите, сказка о молодильных яблоках, где серый волк помогает Ивану Царевичу добыть коня, уздечку Василису Прекрасную. Василиса Прекрасная оживляет убитого Ивана Царевича. Сначала мертвой водой сращивается тело, а потом живой водой возвращается в него жизнь. Владение жизнью и смертью, общением с миром животных, с миром духа в растении — это способности нашего человека. А слышали такую сказку, как «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Вдумайтесь в название хотя бы этой сказки. Это технологически, в общем-то, невыполнимая задача не для одного человека в мире. Только нашего человека поставь в необычные условия, он пойдет и сделает. Посмотрите, перестройка на нашей территории длится 20 лет уже. Ни одна страна в мире не выдержала бы подобной разрухи и больше года. Разрушено все, что можно разрушить. Промышенность, сельское хозяйство, ваше образование, посмотрите, во что превратилось. Это оболонская система — позор для нашей страны. Но мы все равно 20 лет продолжаем существовать. Любая другая страна в мире уже бы в течение года бы развалилась. Мы даже в спящем состоянии продолжаем сохранять гармонию и порядок, хотя бы в узком своем кругу, в своей семье, в своем коллективе, в своей стране. И продолжаем жить. Весь мир на нас смотрит, валят и не могут завалить. А мы как Ванька-Встанька. Нас вниз, она опять вверх. Ну а представьте, если бы мы вдруг проснулись и вспомнили свое предназначение. В этот мир снова бы вернулась любовь, радость и красота. То есть вернулся бы Рай. Но кто-то очень сильно препятствует этому. В это вбахиваются огромные средства, чтобы, не дай Бог, вы не проснулись. Отсюда информационная война, отсюда и сексуальная революция. Если вы в своем возрасте будете так окунаться в эти сексуальные отношения, как вам пропагандируют, как это замечательно все и красиво, то вы не то, что не пробудитесь и не вспомните в свое предназначение, вы упадете во тьму еще глубже, чем были до этого. Секс человека — это очень сильная энергия. С ней надо быть крайне осмотрительным и внимательным. Надо понимать, для чего она данная, с какой целью ее надо использовать. Сказки, между прочим, читают деткам не зря, в возрасте до 10 лет. Оказалось, что в этом возрасте, сейчас уже гораздо старше, память, вот эта древняя, память на уровне архетипов, находится в возбужденном состоянии. И если ребенку читать в этом возрасте настоящие сказки, а сказки настоящие надо сейчас найти, если вы захотите их перечитывать, то вам придется искать книги изданиями до 60-х годов. После 60-х годов сказки стали переписывать. А последние 10 лет сказки приписали так, что эти книги не то, что читать, их даже в руки вредно брать, потому что ритм сказки нарушен. Сказка — это определенный ритм. Наши русские сказки написаны в таком ритме, который соответствует ритму древней памяти нашей. И когда ребенку читаешь настоящую сказку, этот ритм сказки совпадает с ритмом памяти, и ребенок просыпается, наступает резонанс, если вы физику изучали. Что такое резонанс? Должны знать совпадение частот. И ребенок никогда не задает вопроса, почему курочка золотое яичко снесла, почему Василиса прекрасно оживила убитого Иван-Царевича, мертвый и живой водой. Он прекрасно знает свои возможности и понимает свое предназначение. Если родители такого ребенка не задалбывают материализмом потом, то он и дальше в жизни будет выполнять свое предназначение. А посмотрите, какие родители не задалбывают. За большим исключением только те, кто хоть что-то понимает. А в основном что делают с ребенком? Опускают его в материализм. Поел, поспал, сходил на горшок и хорошо. Купили одеться, обуться, книжки дали в руки, читают. Посмотри телевизор, посмотри компьютер и все. Детей наших, сами родители, из-за своего невежества опускают. А потом разводят руками, плачут и говорят, а почему так? Почему я ребенка своего не понимаю, а он не хочет слушать меня? И задумывайтесь, вы в свою жизнь только начинаете. Наши оппоненты, еще раз повторяюсь, прикладывают огромные усилия, чтобы вы оставались в невежестве. Им это очень в выгоду. Невежественным человеком легко управлять. В ее сознание вставляется информация, которая... Теперь вы знаете, что с вами происходит, если вы начинаете вот так воспринимать все угульно. О качествах нашего человека знает весь мир. Я сейчас вам напомню одну сказку, пройдясь по которой, вы сами начнете потихоньку осознавать свои возможности, то, чем вы владеете. Если вы не против, конечно. Я вам напомню сказку, которая называется «Царевна лягушка». Все ее хорошо знают. Поэтому к этой сказке я и обращаюсь. Мы быстренько пройдемся поначалу, до середины, и там поговорим. Помните в сказке, «Ван Царевич пустил стрелу, стрелу поймала лягушка, он принялся домой». Отец дает задание своим сыновьям, чтобы будущие жены спекли каравай. Все пекут каравай, царевна лягушка лучше всех. Отец удивлен. Тогда он дает другое задание своим сыновьям, чтобы у будущей жены сплели ковер. Все плетут ковер, царевна лягушка опять лучше всех. Отец говорит, «Сыновья мои, хочу взглянуть на ваши будущие жены, приведите их ко мне на пир». Иван Царевич расстроился, пришел домой, расплакался. Царевна лягушка его спрашивает, «Почему ты плачешь?» Он говорит, «Как же мне не плакать?» Отец сказал принести тебя на пир. «Как же я тебе лягушку людям покажу?» И что она ему отвечает? «Не плачь, Иван Царевич, не тужи, ложись спать, а утро вечера мудренее». Утром, когда он его разбудил, она отправила его на пир одного и сказала, «Когда услышите гром гремит, скажи гостям, чтобы не боялись, и скажешь им, «Это моя лягушонка в коробчонки едет, и выйдешь меня встречать». Так и произошло. Когда он проснулся, отправился на пир, на пир услышал гром, успокоил гостей и подошел к двери, чтобы встретить ее. Когда дверь распахнулась, кого он перед собой увидел? «Да, да, да». И он сказал, «Ты, Василиса, прекрасная!» Он взял ее за руку, и между ними возникла что? Любовь. Между ним возникла целостная любовь, которая объединила их навсегда. Вы помните, он посадил ее за стол. За столом она в один рукав вливает вино, в другой вбрасывает кости и выходит в зал, танцевает. А в зале по сказке звучит тихая, красивая музыка. Немножко остановимся на этом моменте и поговорим о музыке. Сейчас учеными доказано, что существует музыка двух крайних видов. Есть музыка созидающая, есть музыка разрушающая. К созидающей музыке относится вся классическая музыка. Доказали это японцы, очень просто. Вы знаете, что вся Япония живет на скалах, плодородной почвы у них нет, но проблем с овощами у них тоже нет. Они приспособились выращивать свои овощи на искусственной почве в теплице, но при этом в теплице включают классическую музыку. Оказалось, что урожай повышается на 20-30%. Так, можете себе представить. То есть классическая музыка это музыка созидающая, творящая. В противовес ей есть музыка разрушающая. К ней относятся тяжелый рок, металл. Это музыка, которая несет в себе диссонанс. Диссонанс человеческую психику разрушает. Не сразу, но постепенно. Это тоже было доказано с помощью опыта. Может, слышали такой опыт? С козами провели. Слышали, нет? Поместили двух коз. Одну в одну комнату, другую в другую. Поставили магнитофон, дали сено и закрыли. Одну включили классику, другой тяжелый рок и закрыли на полтора часа. Через полтора часа приходят, открывают дверь. Там коза, где слушала классику. Съела сено, спокойно себе стояла. Ее сдоили. Молока она дала больше, чем обычно. А та, которая слушала тяжелый рок, бегала по комнате, бегала, сено не поела. И пока не успокоилась, молока с нее не сдоили вообще. То есть, на животный мир тяжелый рок, разрушающий музыка, действует очень быстро. На человека процесс во времени растянут, но достаточно устойчивый. Но, среди этих двух крайних видов музыки есть средний спектр, так называемая современная попса. Это то, что вы слушаете с видеоклипов по телевизору, вот эти вот красавицы танцуют, наушники слушаете эту музыку, в маршрутах часто крутят. Так вот, оказалось, что вся эта музыка, вся без исключения, написана в одном единственном ключе. За нее платят сумасшедшие деньги. Вы только посмотрите, сколько стоит каждый клик. Оказывается, она написана вся в одном ключе, в ключе, возбуждающем сексуальную энергию человека. Мало того, оказалось, что на эту попсовую музыку реагируют люди только определенного возраста. После 35-40 лет на эту попсовую музыку взрослые люди не реагируют никак. Они умеют отсеивать информацию. От нее возбуждаются в основном подростки и молодые люди в возрасте с 14 до 21 и с 21 до 25 лет. Именно этот возраст больше всего слушает эту музыку. Дискотеки, тусовки и так далее, и тому подобное. Но, учеными было выяснено, проведена статистика. Оказалось, что в течение прослушивания этой музыки в течение трех часов непрерывно, если слушать ее подросткам, то 10% молодых людей подростков, а это два человека из 20, то ли это на дискотеках, то ли на тусовках в квартире, идут удовлетворять свои сексуальные потребности. Но в этом возрасте секс у подростков однозначно без любви. То есть они подвергают сами себя разрушению. Давайте немножко порассуждаем. Я сейчас напишу слово на доске. Люди, когда вступают в секс без любви, они однозначно испытывают вот это. Они испытывают наслаждение. Запишем это слово и разберем. Слово состоит из трех частей. Нас ложь делает. Софиксы окончания не учитываются. Что такое ложь? Ложь это тоже древнерусское слово, которое означает ломать жизнь. Вот вам наслаждение. Человек, который всю жизнь свою стремится получать наслаждение от жизни, ломает свою жизнь. И это вы прекрасно ощущаете своим воображением. Когда люди вступают в секс без любви, они также испытывают удовольствие. Слово удовольствие. Вы уже взрослые люди, я буду с вами говорить, как со взрослыми. Подросткам я, конечно, о таком не говорю. Так вот, слово удовольствие состоит из двух частей. Уду и воля. Уда это мужской фалос, воля мужского фалоса. Это и есть удовольствие. То есть мужчина, который всю жизнь, в течение жизни стремится удовлетворять свои сексуальные потребности, испытывая удовольствие, разрушает себя. Получается удавка. Вот вам удовольствие. Это то, что люди испытывают в сексе без любви. Но чего никогда не испытают люди в сексе без любви? Они никогда не испытают вот это. что такое радость? Это тоже древнерусское слово, которое состоит из двух частей. Это ран застать. Кто такой ран? Это один из Всевышних, которого признавали наши предки. Так вот радостать можно только в одном состоянии. В состоянии высокой настоящей любви. И когда в начале лекции я вам говорила о том, что когда люди возбуждают в себе сексуальную энергию в состоянии высокой любви, то любовью и сексуальная энергия возносятся в высшей божественной сфере. И люди постигают радость, они достают радость. Это наикратчайший путь познания богов. И об этом знали наши предки. И потому в половой контакт вступали только в состояние высокой века. Радость в народе говорят это особая мудрость. Это не хихи не хаха подружились повеселились нет. Радость это очень глубокое чувство. Это второе чувство после любви. И каждому из вас рожденному на этой территории дано постичь это чувство. Но не каждый способен к нему приблизиться. Народ на нашей территории у русов было много богов. Но превыше всех богов наши предки признавали Всевышнюю Матерь всех богов. Имя которое мудро. Именно наша женщина несет в этот мир свет и красоту. Любовь и красоту. А теперь возвращаемся к нашей сказке. Василиса прекрасная по тихую красивую музыку а значит музыка творящая созидающая она начинает танцевать. То есть войдя в определенный ритм она начинает выполнять определенные действия. Взмахивает левым рукавом появляется озеро. Взмахивает правым появляются лебеди. Произошло что? Произошло чудо. Так вот наши юноши и девушки вы по сегодняшний день в этом мире способны творить чудеса но только в одном состоянии в состоянии высокой настоящей любви. И об этом знает весь мир. Великая Отечественная война тому напоминание. Траймеровая война закончилась достаточно давно но отголоски об этой войне до сих пор идут по нашей территории. Из боевых действий возвращались люди мужчины живыми из ситуации из которых живыми было выйти невозможно но они выживали почему потому что где-то в тылу ждала его женщина которая его любит своей любовью наша женщина способна хранить того кого она любит и поэтому именно женское начало почиталось на этих территориях превыше всех богов Всевышнего мудро это обнаружил Петр Толучко когда сделал раскопки под городом Киевом обнаружил что в поселении Триполья которое он раскопал было очень много женских фигурок божественных которых почитали наши предки именно наша женщина духовная женщина несет в этот мир любовь и красоту именно ей большей степени чем мужчине дано соединять эту землю с богами и святая Русь от слова свет благодаря русской женщине об этом в мире тоже все знают вы знаете какие сейчас женщины в мире ценятся выше всего девушки именно наши славянские девушки а почему красота это только 5% это внешне оно напрямую зависит от 95% потому что у нашей девочки нашей девушки ее духовная красота настолько велика что внешность ее соответствует ее духовности а посмотрите куда везут наших девчонок сейчас на запад за границу какие места бордели рестораны в рабство фактически почему потому что те кто их потом там используют прекрасно знают что они могут попытаться испытать с нашей женщиной им хочется большего и именно с нашей женщиной они хотят попробовать достать то чего никогда не дано будет потому что они воруют у нас самое святое самое прекрасное что у нас есть это наших девственниц я сейчас задам вам вопрос ответить на который вы сможете только если обратитесь к своей древней памяти пора уже просыпайтесь великих пращуров прекрасные сыны ваше время пришло пора пробуждаться и из этой жизни творить рай как тут и было всегда на ваших плечах лежит эта задача поймите что вы и есть те самые те самые великие русы которые жили тысячелетия назад вы пришли в этот мир чтобы его воскресить вас заложены эти знания загляните поглубже свою память и вспомните кого тылу охраняли наши предки когда шли защищать свою родину когда на нее нападали враги оставляли тылу кого своих не торопитесь женщины шли защищать родину наравне со своими мужьями не торопитесь детей хорошо какие девчонок конечно же пуча зенец око наши предки хранили свои девственницы почему то что я буду сейчас рассказывать относится как ребятам так и девушкам девственность есть и мужская и женская но то о чем я буду говорить в большей степени относятся к женщине это у нее ярче выражено оказывается в определенном возрасте у девчонок начиная с 13 с 14 а сейчас зарегистрированы случаи гораздо раньше в ее сознании зарождается образ образ ее будущего суженного а вместе с этим образом в ее сердце к нему рождается любовь и она начинает любовью согревать того кого она видит в своем сознании но если у девочки зародился образ то этот парень реально существует в этой жизни он тоже рожден и он уже взрослый готовый для встречи но с этим парнем никогда ничего плохого не случится он не сопьется он не будет колоться он не попадет под машину в его жизни все будет складываться хорошо и с учебой и с работой почему да потому что где-то есть девственница которая его любит и своей любовью она его хранит наша женщина любовью способна хранить того кого она любит а посмотрите на сегодняшний день девственность у нас что мужская что женская поругаемая сейчас все чаще стали показывать по телевизору передачи где девочкам говорят о том что нет принца на белом коне девчонка которая посмотрит такую передачу подумает а может быть действительно нет и отказывается от образа но отказавшись от образа она разрывает полевую связь теряется контакт и этот парень теряется в жизни эта девочка теряется в жизни а не потом может быть он может быть женится на ком-нибудь она может быть кого-нибудь себе разыщет выйдет за него замуж они попытаются создать семьи и начнут рожать детей пытаться этим детям рассказать о любви которую сами потеряли такие семьи крайне нестабильны они очень быстро распадаются но женщина и мужчина внутри себя все равно продолжают ощущать что есть тот с кем по-настоящему они могли бы быть по-настоящему счастливы но в нашей стране нет ничего невозможного и если эти люди своей любовью согреют тот образ который в себе слышат то вернуть этого парня этого мужчину эту женщину можно конечно это будут уже не такие радостные веселые встречи потому что люди претерпели определенные трудности в жизни и естественно у них уже свой горький опыт но тем не менее это возможно сделать в нашей стране у нас наша русская женщина и огонь и воду и медные трубы все может преодолеть для этого ей дано это высокое чувство любви стоит вам только девочке об этом крепко задуматься и пробудить в себе то что вас пытаются погасить те кто это делает называются тушителями великого народа русов задумываясь над тем что происходит девочка которая ждала своего суженного а я не договорила о войне так вот когда наши предки шли защищать родину они оставляли девственницей почему потому что девственница всегда считалась самой сильной женщиной в роду ее девственная любовь не имела границ это безграничное самое чистое самое яркое чувство которое есть у женщины так вот девственницы в тылу любовью охраняли тех кого любят свою мать своего отца своих братьев и сестер своих суженных и люди с фронта возвращались живыми без потерь нигде в мире такого больше нету только у нас женщина из смерти может вытягивать своей любовью и это делают и по сегодняшний день даже спящие наши красавицы а представляете если вы все проснетесь у вас тут же пробудется это чувство очень мощное и сильно вы каждая встретите своего суженного и каждая будет счастлива по-настоящему и снова засияет этот мир по-новому так как это было когда-то девушек которые ждали своих суженных называли вот так их называли 200 от слова весть когда девочка мечтала о своем будущем о счастливом будущем она творила историю своего рода а девственниц было много и вместе они творили будущее светлое будущее своего народа они несли благою весть своему народу а у нас сейчас кто невеста и посмотрите как давно невеста это та которая не ведает которая не несет благою весть так вот наши девочки я хочу чтобы вы из невест превратились в вест становились вестами мы сейчас поговорим о самом простом что есть в обиходе вашей жизни это ваша внешность ваша одежда вы просто даже не представляете себе откуда диктуется мода почему именно такая какая диктуется вы даже не представляете себе зачем вы одеваетесь так как вы одеваетесь вот у нас ребят мало конечно но они все равно помолчат я думаю они смогут ответить на этот вопрос ну после вас а пусть они послушают пусть их мало но все равно они услышат скажите пожалуйста девочки вот когда лето жарко на улице зачем вы одеваете такие короткие юбочки декольтированные кофточки тут все открыто животик весь либо зимой старайтесь одеть штаны так чтобы все видно было какая красивая фигурка у вас прямо на что весь белый свет посмотрел на вашу красоту зачем вы это делаете как вы расскажите об этом правильно еще для чего чтобы быть красивыми так чтобы летом жарко не было так и ну мальчикам понравится само собой вот только что сказали но девочки вы понимаете это так вы думаете потому что вам так хочется потому что вы красивая хотите быть красивой но у ребят совершенно по-другому устроено мировоззрение они совершенно по-другому на это реагируют вот пусть ребята скажут зачем девочки так одеваются как называется это одним словом ну конечно же это называется одним словом соблазнен но она подсказала вам вы стесняетесь ничего страшного но в библии девочки даже не подозревают о том что да вы соблазняете а соблазнить этот большой грех в библии об этом написано евангелие от луки 17 глава что невозможно в этом мире и соблазна но беда тому через кого эти соблазны приходят лучше бы он не рождался вообще чем будет соблазнять малых сих соблазнен это большой грех но вы сейчас с вами ну это слова да грех и так далее так нельзя вам давно уже все об этом говорили но мы сейчас рассмотрим самый простой пример по которому вы сами убедитесь что происходит с вами когда вы так одеваетесь вы даже не подозреваете об этом давайте представим себе что есть у нас такая молодая красивая но очень красивая девочка ей 18 лет ну супер модель красавица ну просто лучше на свете не бывает все при ней и вот она наша модель дома трудилась трудилась стирала готовила убирала и вот она устала и решила выйти погулять ну а на улице птички поют солнышко светит лето и как она оденется все знают да такая модель конечно постарается всему белому свету показать какая она красавица юбочка короче дальше некуда тут топик еле-еле что-то закрывает прическу навела глазки накрасила пошла но у нее плохое настроение представим себе она не хочет никого видеть вот она глаза в землю вставила идет гуляет никого не замечает но вы уже достаточно взрослый конечно же вы знаете о том что мужчины бывают разные рассмотрим два крайних случая есть мужчина первый случай высокодуховный для которого честь совесть достоинство верность это категории которыми он живет такой мужчина много читает разбирается философских вопросов он любит свою мать у него есть любимая работа может быть любимая женщина уже есть я считаю что честь и слава женщине воспитавшей такого сына но есть ему полная противоположность для которого наслаждение и удовольствие сексуальное это потолок его мечтаний ему нужны постоянно эти полуобнаженные натуры которые мелькают перед глазами чтобы у него бурлила все кипело работа шла как он хочет и так далее и тому подобное и вот наша красавица представим себе идет гулять по бульвару и навстречу ей попадается первый высокодуховный мужчина он она его не замечает он ее увидел ба какая красавица ее внешняя красота вдохновили его он пошел купил цветы подарил своей любимой женщине поцеловал свою мать занялся своей любимой работой ее внешняя красота вдохновила его на его высокий полет он об этой красавице давно забыл но наша красавица продолжает гулять дальше и навстречу и попадается вот этот мужчина и он ее увидел что с ним происходит весь ее внешний вид кричит ему посмотри какая я красивая возьми меня ее внешняя красота вдохновляет его на его уровень а у него какой уровень сексуальное наслаждение и удовольствие конечно у нас мужчина сейчас не настолько агрессивно чтобы эту красавицу за волосы за угол и сделать не все что хочет нет но в мыслях то да он ее мимо себя не пропустит они-то разошлись но в мыслях он ее себе взял и начал с ней делать все что ему захочется и будет делать столько сколько захочет и как захочет между ними возникает полевой контакт она дала повод он этот повод принял и пошло от него к ней начинают перекочевывать все его негативные мысли усиленные сексуальной энергии она возбудила в нем сексуальную энергию сексуальная энергия усилила его похоть блуд страсти ревности зависти и комплекс негативных энергий перекочевывает нашей красавицы и в ее поле возникает пробой дыра он пробивает негативом своим ее поле сколько таких мужиков она встретит по дороге до моря и придет эта красавица домой она может быть физически и отдохнет но это морально будет уставшая женщина с уровня духовной женщины она опустится на материальный уровень о любви речи уже быть не может у нее появятся мысли хочу машину хочу квартиру хочу богатого мужа а представьте если это красавица еще и замужем вот почему он не принес мне до сих пор много денег почему у нас дети не одеты не обуты почему меня сапожек новых нет а так как она замужем между ним все что она накопила за день вся эта информация во время полового контакта между мужем и женой естественно перекочевывает к ее супругу у него появляется к ней ревность возникают внутри у него проблемы сомнения он начинает нервничать на работе начинает не клеится дела семье появляются скандалы дети начинают болеть и кто в этом виноват девочки вы должны понять что вам от природы дано очень много вы самые сильные женщины в мире вы владеете великой силой но стоит вам эту силу начать применять не так не ведая как вы тут же начинаете разрушать себя и свое окружение ответственность на вас огромная и удовольствием